Приветствую всех, кто это будет смотреть на ютубе. Локомотив провел ответный матч против Спартака, и этот матч был не похож на первую группу, которую Локомотив проиграл со счетом 1-0, и в целом там было два абсолютно разных тайма. В первом тайме Локомотив сидел в своей штрафной, отбивался, толком не проводил атак на чужие ворота, Спартак забил, Спартак мог забить еще, вот, но во втором тайме ситуация вся исправилась, и Локомотив начал уже давить на Спартак, и в целом мог завершить тот матч ничей. Сегодняшний матч был абсолютно не такой, и я думаю, что во многом он стал не таким, потому что Галактенов провел работу над ошибками, и на первый тайм этой игры вышло построение, которое заканчивало прошлый матч, было сделано 4 замены, Кузьмичев ушел в запас, вышел Конти, вместо Максима Нинахова появился Наир Текнезян с первых минут, тогда Наир вышел во втором тайме, вышел Миранчук вместо Дани Куликовой, вышел Глушенков вместо Каманой, мы стали играть 4-2-3-1, точно так же, как играли во втором тайме прошлого матча, ну, то есть, казалось бы, все логично, все по уму. Проблема в том, лично, на мой взгляд, да, пока не буду сильно напирать на это, но лично, на мой взгляд, у Локомотива есть серьезная проблема в том, что мы не задействуем лучшие стороны наших атакующих футболистов, в частности, в этом матче Пеняева и Глушенкова, потому что они постоянно располагаются очень-очень широко, да, то есть, фактически, когда, например, Лантратов мяч убивает, Камано стоит у одной бровки, Пеняев стоит у другой бровки, или Глушенков стоит у одной бровки, Пеняев стоит у другой бровки, и на мой личный взгляд, это очень сильно мешает обоим проявлять свои лучшие качества, потому что Пеняев хорош на скорости, Пеняев хорош около штрафной, может пробить, может, не знаю, с позиции, например, десятки отдать передачу, у него хорошее мышление в этом плане, и Глушенков вообще прекрасен именно в штрафной, он классно разбирается с мячом, кстати, вот сейчас я смотрел повтор первого нашего гола, и Глушенков, блин, принял мяч в штрафной, откатил на Текнезяна, и Текнезян пробил, после чего пошла второй волной атака, и мы забили гол, то есть вот Глушенкова нужно играть в штрафной, Глушенков классно это делает, классно укрывает мяч корпусом, классно ориентируется в этой самой штрафной, но вот уже который матч, включая таварники, Глушенков играет крайне широко, и предполагается, что именно Глушенков будет одним из создателей, а у него это не получается, Глушенков, фактически весь матч выключен из игры. Пеняев немножечко другая история, Пеняев постоянно с мячом, постоянно нагнетает, постоянно убегает, он может, это делать, опять же, скорость позволяет, но пока Пеняев приблизится к штрафной, пройдет уже 40 минут, 40 метров, пока он до нее добежит, естественно, уже все будет перекрыто, и у Пеняева не остается ничего, кроме сделать какую-нибудь там передачу, да, хотя если бы он принял мяч чуть-чуть поближе, он мог бы и пробить. К сожалению, к сожалению, пока это проблема, возможно, опять же, Глушенков на следующую игру против Ростова с этой самой проблемой справится, да, потому что мы видим, уже, по крайней мере, с главной проблемой игры первый против Спартака, Голтенов справился, мы уже не играем 4-3-3, потому что тоже, опять же, я говорил после первой игры о том, что вы не можете играть 4-3-3, когда у вас три оборонительных футболиста, которые не могут сделать передачу вперед. Вот сейчас мы выпустили Антона Вернчука, передачи вперед пошли, сам Антон забил два гола, и все более-менее в плане креатива нормализовалось. К сожалению, этого всего не хватает, чтобы переграть Спартак в его нынешнем состоянии, да. Нынешний Локомотив играет очень неуверенно, Локомотив боится держать мяч, Локомотив боится делать рискованные передачи в центре своей штрафной, в центре поля, потому что, ну, перехватит, будет быстрая атака. И эти опасения не на ровном месте берутся, потому что, действительно, потерь очень-очень много, и отсюда возникают быстрые атаки Спартака, которых надо очень опасаться. Была бы другая какая-нибудь команда, вполне возможно, эти минусы не были бы такими страшными. Но Спартак — это команда, которая классно умеет бегать в быстрой атаке. Там есть Промес, там есть Зиньковский, там есть, там, какие-нибудь Литвиновы, которые могут отдать передачу в разрез, достаточно точные, в касания. Там есть Игнатов, который тоже это все умеет делать, есть быстрые Крайки, например, Хлусевич, который терзает бедного Смольникова. И это, любая потеря, очень сильно сказывается на быстрых атаках соперника. К сожалению, не без этого, к сожалению, никуда от этого не деться, но вот такой вот нам соперник попался в первых играх Галактионов. Пока три поражения, одна победа начал в Локомотиве. Многовато, многовато поражений, хотя бы ничью надо где-то цеплять. Другая проблема этого матча, естественно, не могу не сказать, очень много бурления вызвало в чате по этому поводу. Это, конечно, судейство, которое было явно неблагосклонно к Локомотиву, да, и пенальти на Мирнчуке можно было ставить, если бы поставился пенальти, это было бы удаление для Хлусевича. И неотмененный гол после просмотра ВАРа, хотя, соответственно, да, если Иванова позвали смотреть ВАР, то, соответственно, судьи на ВАРе считают, что гол надо было отменять. Да, Иванов принял другое решение. И пенальти, который поставили на Конти, хотя рука вроде как была в упоре. О, кстати, вот сейчас показывают момент, я смотрю параллельно повтор на матч-премьере, и там вроде как судья разбирает Лапочкин, разбирает момент. И там показали о том, что кроме фола на Тикнезяне был еще удар по Карпукасу в начальной фазе этой атаки. Так что отменять можно было сразу по двум причинам, Иванов этого делать не стал. Да, безусловно, решения могли быть не в пользу Спартака, а в пользу Локомотива. И для Локомотива это полностью перевернуло бы игру. Да, как минимум мы бы повели в счете под конец первого тайма с удалением у соперника. Это, естественно, не могло не сказаться на ходе этого матча. Но, на мой личный взгляд, говорить о судействе в этой игре было бы неправильно по одной простой причине. Те моменты, которые привели к спорным судейским решениям, это моменты, которые игроки Локомотива могли решать без доведения до решения судей. Потому что судья может решить так, может решить эдак. Но Тикнезян мог спокойно отдать мяч на Лантратова. Антон Миранчук был в пяти метрах от ворот и очень долго подбирал ногу под то, что ударить поворотом. В итоге пробил поворотом мимо уже после того, как пришло касание с Лусевичем. Касание было. Пенальти можно было назначить. Но гораздо лучше в таких моментах просто забивать голы и не дожидаться того, что решит судья. Либо ты уж подставляйся так, что у судьи не останется вообще никакого выбора. Ты просто подставь ногу перед Лусевичем, чтобы был конкретный удар по этой самой ноге. Да, все, окей, вопросов нет. И тогда ошибка в такой ситуации вызовет невероятные вопросы по Иванову. А так, ну, было легкое касание. Окей, можно ставить, можно не ставить. Вот. И таких моментов, к сожалению, в игре Локомотива было очень-очень много. Так, что Тикнезян не один раз ошибся на левом фланге. Буквально через несколько минут после того, как он привез этот гол, он еще раз привез еще один гол, не накрыв на дальней штанге кого-то. Магнатова или еще кого-то. А, Мартинца. Мартинца просто упустил его на дальней штанге. После удара Промеса Лантратов мяч вытащил, а Мартин забивал в пустые ворота. Где был Тикнезян, непонятно где. И если мы сейчас концентрируемся на том, что судья убил Локомотив, то мы упустим вот эти вот самые моменты о том, что Локомотиву нужно, вообще говоря, улучшать свою игру. Что нужно Тикнезяну быть надежнее в обороне, а если он не может этого делать, то либо выбирать другого левого защитника, либо постоянно его страховать. Либо просто научить играть в конкретных ситуациях, ну, не пытаться заставить мяч выйти за линию поля, да, отдавай на Лантратова. Есть куча моментов, которые Локомотив не реализовал в атаке. Дмитрий Баринов, на мой взгляд, ну, я не знаю, мог, наверное, мячей три забивать в противостоянии со Спартаком, но в итоге не нанес даже одного нормального удара. А ту схему, которую пробует сейчас Галактионов, она, по сути, обязывает Дмитрия Баринова ходить вперед с позиции центрального полузащитника-опорника и забивать голы. Но забивать голы в ворота Спартака, оказывается, не такая простая задача, как забить гол в ворота Фурсан Испания. И это проблема. И нам сейчас не стоит думать о судье, нам сейчас не стоит думать о том, что там что-то сделали не так, там что-то сделали не так. Когда сам Локомотив начнет играть хорошо, и действительно до победы там над каким-нибудь Спартаком, Зенитом нам будет не хватать именно правильных решений судьи, мы об этом будем говорить и заявлять в полный рост. Я об этом буду говорить и орать на каждом углу, что судья нехороший человек. Но сейчас, здесь и сейчас, нам нужно самим в себе разобраться. И очень, очень, очень велик соблазн просто списать все на судью. А вот судья бы был другой и поставил в пенальти, и мы бы все бы выиграли. Нет, нет, ребят. Сейчас, опять же, да, вот поражение от Спартака, учитывая, что это даже не выбивает нас из Кубка России, оно позволяет, оно очень ярко вскрывает наши болевые точки. Если Галактионов эти болевые точки пересчитает и уничтожит, ну, значит, эти матчи прошли не зря. Если мы сейчас будем думать о том, что... Да если бы судья, там, засчитал гол Макеева в первой игре, да если бы здесь, там, поставили пенальти, да если бы здесь, там, не засчитали второй гол, да мы бы... Ого-го! Вот если мы в это скатимся, то нас ждет очень тяжелая весна, ребят. Потому что... Потому что с таким подходом, к сожалению, улучшать игру невозможно. А нам нужно именно что улучшать, нам нужно именно что исправлять вот эти косяки, которые, по всей видимости, Галактионов видят только в официальных матчах. Хотя то, что у нас творится на левом фланге обороны, ну, все-то ворняки было видно, например. Я в каждых еженовостях и в каждых обзорах говорил о том, что у нас есть жесткая проблема с тем, что у нас никто не страхует фланговых защитников. Просто жесточайшая проблема. И вот мы выходим на матчи, и все то же самое. Что левый край Смольникова возят постоянно, он там один. Что правый край возят, сначала Нинахова, теперь Тикнезяна. И он там тоже постоянно один, никто его не страхует. Надеюсь, надеюсь, что эти поражения очень многое дадут Галактионову в плане пищи для ума. И опять же, уже в субботу следующая игра, нам некогда расслабляться, нам некогда прохлаждаться. Кубок, ладно, кубок. Сейчас для нас начинается только настоящий кубок, после того, как мы вылетели из верхней сетки в нижнюю. Но в чемпионате уже нельзя терять очки. Там уже... Хочешь, не хочешь. А выгрызай их просто любыми способами. Вот. И еще одно, что хочу сказать. Сегодня дебютировал Конти, и оказалось то, что Конти — это ровно та самая большая цапля с очень неокординированными ногами, с каким-то, ну, очень медленным мышлением. Да, его в первом тайме два раза ловили на замахе, так что он просто улетал с траектории удара. И, честно говоря, по-моему, это не уровень Локомотива даже близко. На мой взгляд, лучше бы вышел Погоснов, и это в гораздо большей степени Локомотиву бы в этом конкретном матче помогло. А уж про другие матчи я молчу. Так что пока Конти для меня огромнейший вопрос. И как можно было выбрать его, а не Дюссена, пока я вообще не понимаю. И тот гол, который пропустили мы после ошибки Тикнезиана, и после неотмененного гола, да, ошибки судьи, так скажем, тоже очень сильно на Конти, например, да. Просто, если у вас есть возможность посмотреть повтор, посмотрите, как он встал блокировать удар этот. Его опять просто поймали на замахе, и он встал в раскоряку, и мяч у него между ног прошел. Короче, не успевает Конти за игрой. И это, на мой взгляд, это будет проблемой, потому что мы отдали Мампаси, мы остались с Макеевым, который сегодня не доиграл матч до конца, а на 86-й минуте покинул поле. А это, скорее всего, повреждение. А это, скорее всего, означает то, что в матче с Ростовом он принять участие не сможет. Ну и вот наша тройка обороны. Это Шпалы, Погоснов, Кузьмичев и сам Конти. А Мампаси в Турции. Короче, много у меня вопросов. На этот раз, вот если после прошлого стрима я говорил о том, что я не очень надеюсь на то, что Галактионов что-то поменяет, потому что 7 товарников он ничего не менял, и на первый матч с Спартаком ничего не поменял. Но теперь, после того, как была проведена работа над ошибками с центром поля, ну я надеюсь, что, может быть, и следующий шаг будет сделан, что немножечко мы трансформируем нашу игру, потому что, ну, на мой личный, опять же, взгляд, гораздо больше сейчас локомотиву подходит схема 4-4-2 ромб с очень узким центром и двумя нападающими, потому что очень узкий центр предполагает, что у вас ваши два центральных полузащитника смогут ходить, подстраховывать крайних защитников, и этим самым, соответственно, помогать. Или, по крайней мере, опорник Карпука сможет бегать направо-налево, не сильно задействуя в атаке. У вас будет два нападающих, которые будут играть достаточно близко друг к другу, а не на краях поля, ну и, соответственно, это все должно сильно локомотиву помочь. Посмотрим, 4-4-2 ромб Галактионов пробовал на сборах. Может быть, и сейчас достанет эту схему из Ларца. Правда, 4-4-2 было без Дзюбы. Короче, посмотрим, да, пока ничего не понятно по этому локомотиву. Главные матчи начинаются в субботу.